здравствуйте друзья доброе утро спрашивают тут часто с разных сторон спрашивают сначала там а как вы похудели спрашивают что у света случилось с диетой вроде она должна была там до июня месяца на программе находиться вроде как она уже не находится случилось чего я поначалу как-то мне не хотелось на эту тему сильно болтать но тут меня добила совсем значит супруга нашего алекса пола такого популярного автора на нашем блоге он говорит что жена увидела меня на экране спросила что случилось многие спрашивают что случилось он будет специально говорит вот вес терял и соответственно жена заинтересовалась не дает ему жизни ведь узнай как терял ну вот я расскажу тогда хотя это не непростая история друзья как бы сказать со стороны так смотришь врачах худеет себе и худеет там и вроде чем у них о чем ему не худеть если хочется 10 хочется похудеть там диетолог рацион присылает раз неделю кушаешь там чудоют и все да но не суть проблемы со мной искать так у меня и со мной я надеюсь проблем не было ни у кого ну просто я так пунктуально там ел этот рацион и при том что допустим света поначалу на меня так с ужасом смотрела потому что мой рацион такой был довольно монотонный то есть скажем я каждую неделю ел какой-то такой преобладающий продукт там на первой неделе это было тюна тунец в банках консервных там на воде ну вот на второй неделе но мне сильно не удалось там первые два дня это был язык говяжий вареный что в общем я очень люблю но не удалось потому что мы уехали в круиз туда на панамский канал и вот на этой конкретно вот части были недолго ну и она когда на меня смотрела так и и немножко пугало вот это монотонная так сказать вот это часть моей диеты хотя я совершенно спокойно справлялся когда мы уезжали на круиз а я фактически на вот рационе на этом оказался в конце ноября а 6 декабря мы уезжали на круиз это был среда была как сейчас помню вот я не делюсь небольшим был на диете и мне были даны такие указания как питаться на круизе мы разговаривали в skype с диетологом на на минут 40 может быть и час я записал все это на на видео чтобы так повторять и тогда с собой мы взяли на лэптоп чеки в дорогу и смысл был в том что там не вникая в детали это было дробное питание такое там часто и немного ну и плюс по определенным правилам плюс водичку пили там когда точим как как положено и светлана поскольку но мы вместе значит вместе пошли вместе поели ну по каким-то правилам уже давай по таким-то правилам и у нее за эти две недели слетели 4 кило это было в декабре а ей было сказано что ты получишь свой рацион и как бы на программу станешь с 1 января ну фактически с нового года уже до нового года там нет нет вакансий с 1 января ну и она естественно была в таком в восторге в ожидании чего-то такого большого светлого потому что 4 кило потерять ей нравилось понравилось тем больше она ничего не делала при этом эти вот просто кушаешь хорошо так это вот но надо сказать что ее рацион от моего отличался большим разнообразием существенно больше и там глядишь там кури шоколады кусочек там тебе и там и клубничку там еще такой я думаю фига себе как в ресторане тут питается еще худеет вот но вот это идиллия и и она светлой света была в восторге в совершеннейшем всем рассказывала и так себе ой 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 да как же так а мы да 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 мы пошли на старый новый год 13 января мы пошли к друзьям я там видео снимал вот ну и там все вау там и все дела там а дальше значит дальше стали как не стали портится отношения а как бы в один день свету выключили дело в том что к этому моменту не только за первые две недели января но еще и за месяц чтобы были до этого в декабре до за полтора месяца сложились отношения такие как бы доверительные неформальные то есть мы там на разные темы беседовали там еще чего-то такой душка вот значит диетолог и там все рассказывает очень интересно вот а значит и вдруг в один день так щелк вот как телевизор выключили и все значит дальше весь разговор так сказать свелся к такому нехитрому протоколу ты сообщаешь вес вот а тебе раз еле присылают рацион и всякий бывает протокол как бы не то чтобы допустим это не какой-то что-то такое неприемлемое но но просто вот когда ты с человеком как бы в таких отношениях вроде и вдруг тебя выключают и слова не сказал там и что-то такое вот и это как бы обидно то есть мало того что сама по себе диета в некотором смысле физический стресс но психологически мы были очень сильны со святой то есть мы шли с настроением у нас было что называется commitment мы там пунктуально соблюдали эту диету пусть она была в таком совершенно замечательном таком энергетическом ореоле и вдруг раз я выключаю и она начинает нервничать переживать ей не отвечают на вопросы она ведь мне плохо мне тут болит я там не засыпаю и как мы этим не занимаемся соблюдайте рацион все вот а раньше занимались он где там допустим она говорит у меня там скажу что я плохо спала как магнезиум магнезиум принимайте да там раз будет получше стало то есть на все были ответы вдруг раз нет больше ответов нет разговор и значит начиная с середины января до середины марта то есть программа свете на было рассчитано на 6 месяцев моя на 3 моя благополучно закончилась там где-то числа 5 6 марта вот а светлана должна была бы еще там месяца три с половиной находиться но значит она и ей обидно и она года что а за что а почему а она даже знаете там ведь вот я хочу найти историю как я худела ей говорят давай она писала одну главку написала другую главку послала туда значит агет может быть от того что там что-то не то написала она начинает думать за что что произошло я три раза ровно три раза я пытался как бы повлиять на ситуацию я говорю что ну как же человек страдает она нервничает она истерит она плачет каждый день бегут также она ни о чем больше говорить не может его не взять как мне было тяжело то есть какой стресс я пережил дополнить это уже отдельно но и я вам скажу другое мы со светланой 42 года уже вместе и ну не научат наверное 42 года 40 43 уже пошло 43 сейчас будет как мы познакомились будет 43 года через пару недель и я ее не видел в таком состоянии никогда вот вы можете себе представить что мы прошли тяготы и миграции мы собственно и в советском союзе нам периодически доставалось там на разной почве но но чтобы вот я такого не видел никогда и плюс мы же уже нашу не 20 лет и даже не 30 у нее было очень стрессовое такое состояние когда на в аспирантуре училась и тоже это был большой такой стресс но 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 такого я никогда не видел это настоящий как сказать удар просто по психике человека причем сознательный такой планомерный я когда пытался вмешаться мне говорят что это вот ей нужно ей это нужно мы коллегиально поставили диагноз вот диагноз поставили и я знаете чё вспомнил есть такой анекдот я вам расскажу как женщина приходит в поликлинику там где-то идет идет там находит нужный кабинет так тук тук ведь зайдите заходит сидит мужик такой там в белом халате единственное что прям на голое тело так тут грудь мохнатая ну так сидит в халате мужик бачка она год вы знаете у меня вот проблема тот гаточки за проблема от вот не могу сексуально удовлетвориться ни с кем вот так вот проблема тот год да неужели когда точно год ну-ка давай вот кушетка значит ну пытается как может действительно не получается он открывает дверь там в лаборантскую и гад слышит там григорий дедик сюда смотри это какая ситуация то выходит еще один там из лаборантской в белом халате там играть такая ситуация женщин да неужели год вот ягод у меня не получилось только там давай я значит и там а там полная лаборантка народ там чек 56 и так они все эти пробуют ничего не получается ну и тот который первый был где ты знаешь что я думаю тебе может быть врачу что ли обратиться она готовы кто ага там и бригада маляров и вот значит это коллегиально бригада диетологов маляров значит кто не там значит василий иванович петь к ним тоже участвовали ставит диагноз я хочу сказать что как бы при всей таскать не не афишированность этого вопроса насколько я понимаю у диетолога не психологического образования нет ни даже высшего медицинского там он где-то он учился типа медучилище потом какие-то курсы там проходил замечательные по диетологии там и тогда это не значит что он диетологии не разбирается я абсолютно этого не хочу сказать он он хорошо разбирается в диетологии я тому пример как бы ну вот дальше что кроме этого значит они поставили ей диагноз и так сознательно планомерно гнобит человека я я объясняю я бы я бы в каком состоянии за я бы зачем там и все такое не вот это говорит вот так вот 10 типов есть разных людей которые значит теряют вес из каждым из десяти типов наука вратили значит на вот определенный там протокол общения вот мы значит ей поставили диагноз коллегиально вот и значит теперь будем ее гнобить это в ее интерес причем никакого согласия она на это не давала а когда я говорю а что же вы говорю вот я бы это но и бы вы унижаете человека каких где я унижаю каким словом где вот слова которые унижать эти как будто человеку надо унизить обязательно словом вот уж действительно кроме слова унизить нечем ну короче так это продолжалось два месяца вот это вот состояние и про просто катастрофы вот я я не мог домой прийти с работы потому что мне на мне дома за час доставалось больше чем на работе за неделю но не не то что лично мне но вот ну и в какой-то модах мало того ощущение зависимости тебе присылают рацион ты ты же не контролируешь процесс не то что книжку прочитал там и сам по ней движешься а ощущение зависимости вот да он еще пугает он говорит вот если вы там не будете там чего-то вы сразу у вас сразу наберется снова веса то еще и больше наберется ну соответственно в какой-то момент все-таки мы преодолеваем со светланой какой-то барьер и начинаем искать альтернативу альтернатив ну и туда-сюда потыркались там с разными людьми поговорили в итоге пришли к тому что то светлана пришла я так больше моральной поддержкой занимался пришли к тому что вот клиника доктора гаврилова вот то что надо и как бы вот и комплексный подход и психологическая поддержка и там у него масса народ который в этой клинике они они очень клинические психологи при том что они как бы специализируются там по диетологии уже вот или там по психологической поддержки образа разного профиля люди и так далее значит я просто чему рассказываю что уже появилась какая-то альтернатива уже но как-то надо было понять но сами понимаете и переход и туда-сюда и и в общем тоже психологически там нагружены это все последняя неделя светиной диеты при том что и ее диету и мою можно назвать низкокалорийной так существенно низкокалорийной последней неделе светит светиного сказать пребывания на программе она была одну какая-то она была но если посчитать по калориям хотя вот в данном случае мы калории не считали то есть как бы вот та программа на которой мы были она не калориями как бы нам не положено было считать калорий то есть может быть диетолог знает я не знаю и в калориях тоже но нас это не касалось калорийная часть но тем не менее последняя диета последняя неделя на как которую таски цвета выдержала была очень низкокалорийный и когда вы глянули по калориям это было 300 калорий в день 300 калорий в день и она была очень слабенькой света у нее голова кружилась а сказать же пройти никто же не разговаривать соблюдайте рацион да вот любая это соблюдайте рацион у нее кружилась голова да а в частности вот мы там искали разные возможности и кто-то нам посоветовал какую-то клинику американскую которая там следит что-то но она как бы не работала совсем а когда мы слушали лекции максима света взяла курс и так значит там 4 4 дня занятий там по 4 часа 16 часов такой курс потом с поддержкой там и так далее в последующем и вот значит мы слушали разных людей и там говорили про функциональную медицину что вот есть просто медицина есть функционально которая как бы пытается избавиться не от симптомов от как бы корня проблем нашли клинику функциональной медицины там очень много других анализов надо делать которые обычно мы не делаем для так сказать наших естественных врачей который с которым всеми работаем ну и так далее и светлана пришла на прием к врачу это ну померила давление я тоже к эндокринологу прихожу мне каждый раз давлением это померила и давление потом так посмотрел на ее и говорит зачем а давай-ка ты встань и мы тебе стоя померим давление еще разок я я не знаю что у нее было в голове и почему она так вот вдруг неожиданно но как будто встань света встала и по мере давления стоя на 20 единиц ниже ну то есть вот как и как бы чтобы понимали в каком состоянии она находилась и ну мы ждем что будет на следующую неделю рацион на следующей неделе приходит в субботу сутрячка по нашему времени значит а сам ну вступает в силу рацион с понедельника то есть он понедельник вторник там на всю неделю но приходит в субботу за несколько дней можно быть очень удобно можно пойти купить продукты и там эта неделя была на печенке говяжьей но дело в том что света не ест говяжью печенку я как человек который с ней уже 43 года почти могу подтвердить что да и не не ест у нее в молодые годы когда она пыталась это был опыт них нехороший я не знаю вот какой-то индивидуально это ну и она пишет что вы знаете я не не могу печенку я не ем я говорят что значит не ем вот значит там дайте справку от врача что вар печенка противопоказано тогда я заменю на что-нибудь другое причем на сказать что замена чего-нибудь на чего-нибудь не было для нас чем-то принципиально необычным ну ну скажем мне когда-то заменили там кролика я не мог купить заменили там на сердечки куриные ну ну заменили нужен вот там у нас еще знакомые есть там есть что-то заменили там креветки там на рыбу и при на креветку почему-то не есть я не знаю но не в этом дело заменили этот значит человек упирается рогом и говорит я менять не буду вот справку от врача примете справку от врача там но у нас нет таких врачей чтобы бригада маляров понимаете и собственно чего справку ну и так света пишет вы хотите просто меня как бы чтоб я ушла с программы или что будет вот соблюдайте рацион значит пока справки не будет значит вот или справку или вот ешьте печенку ну и на этом месте она просто перестала как бы отвечать как бы закрыл искать окошечко и и на этом все закончилось вот там у себя вконтакте он там не как эта группа есть я не знаю вот он там свету назвал успешным кейсом что она у него три месяца была теряла вес там и так далее и так далее и вы поймите правильно я не не психолог не психиатр не медик ничего я просто человек вот я рядом нахожусь и так далее я хочу сказать что в моем как бы бытовом языке у меня два слова вот как с этим делом ассоциируется одно слово маньяк другое слово шизофреник шизофреники кстати бывает очень углубленными там в том что они делают я вот это мое личное восприятие чем кончилось завершилась моя успешно это сказать диета тем что я уже говорил что как бы составление подробных или не говорил составление подробных инструкций нашим диетологом не является его сильной стороной так если мягко сказать то есть пишет не поймешь чего и мне дали такой на выход того инструкцию как дальше питаться я я с ней сидел работал но там не не все было понятно вот я написал такой замет письмецо из четырех строчек значит первая строчка говорит вот я себе распечатал от меня есть 1 . это хотелось бы хотел уточнить по питанию все строчка номер один строчка номер два рыба мясо там столько это грамм это за прием пищи даже там не поймешь что за прием то за день точнее непонятно было это за прием пищи клетчатка столько это за день углеводы столько это за день вот я бы правильно понял весь мой вопрос был хотел уточнить да то есть правильно ли я понял ответ такой настоятельно рекомендую зачитываю соблюдать присланные рекомендации то есть соблюдать рекомендации которые непонятны хорошо в них даны полностью развернутые ответы на данный момент сопровождение вас закончена значит а я не хотел чтобы меня сопровождали я хотел чтобы не по тем инструкциям которые уже были даны мне сказали я правильно понял или нет но сказать что понял я не совсем правильно и в течение недели как бы в результате был нанесен некий вред искать моему здоровью и мы со света и смотрим что-то не то начали опять читать мы вдвоем там два часа вычитывали спорили потом подумали что наверное все таки вот тут надо поменять сам и тогда значит чек пишет то есть одна проблема что он написать не может связано вот там два человека до один кандидат наука другой значит там с двумя высшими образованиями там это не могут понять но дальше как бы все что им делается это идеальная абсолютно искать перфект я бы если мне сказали миша я вот тут не понял я бы сидел бы и переделывал инструкцию например вот тут я не знаю я много инструкций своей жизни написал а дальше дав тех значит настоятельно рекомендую соблюдать присланные рекомендации которые не поймешь чего в них полностью даны развернутые ответы на данный момент сопровождение закончено в этот самый момент он приходит у нас на канале там спамят значит там но это отдельно дополнительно сообщаю что любые отклонения от рациона как правило у клиентов приводит к непрогнозируемому результату вплоть до полной остановки снижения веса и возникновения тяги к неконтролируемым продуктом мы были крайне рады помочь вам в трудную минуту когда вам нужна была помощь вот отвечая на вопрос супруги алекса пола и всех остальных значит которые там интересовались вот такая история я вам скажу такой я фильмах такое видел знаете ну вот но это фильмы ужасов это так вот чтобы в жизни нет конечно есть там всякие истории как-то муж там жену убьет или там вот недавно было там родители детей там где-то запирали не кормили там и так далее но это же ну чтобы вот это в нашей жизни такое на этим в общем вот такой вот такой интересный случай да написал человек знаете я я не я не был в поиске написал человек говорит там вот вас рекомендует что что как хорошего человека вас надо спасать и супругу вашу тоже а то вот жиром заплыли там и все я говорю я с радостью то есть я давно хотел и вот так вот и пошло да так что я я мог бы еще на час вот это я так по поверхности я не хочу просто в это дело залезать глубоко но как вам сказать чисто поверхностно чисто поверхностно вот поверьте да то что что вы услышали вот ладно счастливы друзья и как бы не попадаете в такие истории вот я при этом признателен я не то что там найти я признателен что вес там все дела и так далее а вот то что бригада маляров во главе с нашим диетологом сделала в отношении моей жены не забуду никогда и не прощу счастливо